МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня собираем спектакль в отборце Ленцовета. Мы очень благодарны дирекции, которая дала нам эту возможность. Но потом у нас будут буквально считанные часы для того, чтобы адаптировать этот спектакль и реанимировать этот спектакль на сцене Александрийского театра буквально в считанные часы, чтобы показать премьеру 22 ноября. Роден очень близок к хореографии, потому что Роден тоже работал с телом человеческим. Роден, так сказать, пытался открыть какие-то новые тайны человеческого тела, пытаясь зафиксировать это прекрасное мгновение. Мы также работаем с телом, но мы пытаемся в движении, в динамике, языком тела выразить какие-то глубинные эмоции, чувства человеческие. Это очень нас ближает, так сказать, со скульптурой. Хореография, она, наверное, все-таки, я думаю, что отличается от... От Онегина даже то же самое, от Треплева. Именно с какой-то... с французской изюминкой. Сначала мне казалось, что она немного грубоватая. И я не считаю, что это плохо, просто показать тоже действительно его уже возраст, уже 40-летний, действительно великий уже скульптор. Но она со временем все менялась, видоизменялась, становилась более как-то пластичной, утончалась. И мне кажется, это будет интересно русскому человеку посмотреть эту французскую историю любви. Судьба Родена и Камилы Кладель – это известная судьба двух художников, которые были поглощены страстью, страсть которых создала шедевры, знаменитые шедевры – «Поцелуй», «Вечный идол», «Вечная весна» и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, они были, так сказать, художниками, поэтому они безумно ревновали друг друга, как художники. И эта ревность и страсть в конечном итоге, в общем-то, изгубила их. Мне нравится эта партия, потому что она очень для меня интересна. Все время меняются эмоции, эмоциональность постоянно меняется. Мне было очень обидно, что такой человек провел 30 лет в сумасшедшем доме, что у нее так трагично сложилась ее судьба. Музыка замечательная. Это французские композиторы – Масне, Сен-Санс, Дзебюсси, Равель. Это музыка как раз этого периода, Роденовского периода, и она, я думаю, что она и знакома, и незнакома, потому что мы взяли много фрагментов такой неизвестной, непопулярной музыки. И, с другой стороны, она очень театрально передает дух времени, такую какую-то, знаете, атмосферу времени, и передает также, так сказать, ту атмосферу творческих мук, которые переживали мои герои. Поэтому я очень рад выбору музыки, и она очень помогает именно создать атмосферу этого спектакля. Спектакль сделали художники Марголин и Шайшашвили. Я думаю, Марголин сделал один из своих лучших спектаклей, потому что это удивительная какая-то графика, очень такая, я бы сказал, наконечная, но, с другой стороны, очень емкая, выразительная, и, знаете, как говорят, ничего лишнего, и между тем очень много содержания в каждой, так сказать, мизансцене этого спектакля. Вот костюмы также, я думаю, они, с одной стороны, передают дух времени, а не стилистики времени конца 19 века, с другой стороны, они очень современные. Как и весь спектакль, мы стремились к тому, чтобы это был, так сказать, не такой, знаете, вот авангард, который, так сказать, сегодня увлечена, так сказать, как бы современная хореография, чтобы это был спектакль, который бы, с одной стороны, был связан с той, знаете, культурной цивилизацией, с той какой-то культурной традицией, которая пришла к нам, допустим, из 19-го, 20-го века, с другой стороны, чтобы это был абсолютно спектакль 21-го века по всем. Субтитры создавал DimaTorzok